А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, особенно великих и величайших, а именно Эрсалласад Осломдез, Смайл, Острыхбол, Сдагба, Мистагар, Стархиллер, Константин Касаткин, а величайшие это Николай Скобликов, спасибо большое, он оформил спонсорку на целый год вперед, Рашинэпэрбол, Вейвард, Атилагун, Никита Кузнецов, Кэмп33Рус, Райнер Саркоза, Фон Рихтер, а на ютубе у нас осталось всего лишь три спонсора, великий из них это ИщПДЭДГИЭФЛ. Если вы хотите поддержать канал и получать классные бонусы взамен, то можете оформить спонсорку на бусте по ссылке в описании, спасибо. Всем привет, я Эмбро, наша компания продолжается за Имперскую Британию, сейчас мы воюем против Китая, и здесь, ну как видите, проходим мы очень хорошо, а его войск, я здесь не наблюдаю, подожди. Девок только у него по 200 с копейками, но здесь что-то, видимо, он подвести не успел просто. Тут войска у него в котле находятся, здесь они удивительно истощаются очень сильно, хотя тут как бы нормально все у них здесь, а здесь не истощается особо. Но у них организация низкая, потому что не успевает восполниться, мы так агрессивно быстро атакуем, что они, естественно, не могут никак здесь укрепиться. Так, ну тогда просто сейчас наблюдаем за тем, как Китай падает, и будем уже готовиться делать выставку в Японию. Ее захватывать я, конечно же, не хотел, ну в плане захватывать, захватывать-то я не буду. Побеждать вообще военным путем я ее не хотел, но судя по сюжетным фокусам, нам нужно будет это сделать. Игра нам по сюжету рассказывает то, что японцы начали уже немножко от нас отворачиваться и бычить на нас даже. Поэтому нужно как-то с ними разобраться. Хотя они вообще намного слабее, чем китайцы. И в плане промышленности, и в плане, конечно же, дивизии. Флот у них хороший, но думаю, это вообще не проблема. Итак, сейчас я здесь Китай поделю и покажу вам, что получилось. Да, делать марионеток мы здесь, конечно же, не можем, поэтому я постараюсь так вот максимально по красоте сделать то, что вообще возможно. Так, смотрите, Китай. Да, вот это вот я провернул. Мне понравилось название государства дальневосточной администрации. Дальневосточной. Но это вполне себе Дальний Восток. Поэтому я ей земли Китая и отдал. Частично индо-бирманское содружество я расширил здесь вот на север, отдал Тибет и некоторые территории здесь вот эти вот. Вот. Также у нас еще есть же доминьон Джудзян. Это вот со столицы в Гонконге он. Ему я отдал берег Китая. Себе, кстати, забрал Далянь. Так вот. Китай. Я его так и отпустил, потому что делать марионетку мы не можем. А забирать как-то юг, берег и оставлять вообще вот так вот, это ужасно. То есть максимально некрасиво было бы, если бы я еще Китай оставил бы северную территорию, а здесь бы его погрыз. Поэтому я решил установить контроль над ним вот таким вот образом. А этого деспота взять и зажать внутри наших территорий. Ну, он, по сути, должен нам подчиняться, наверное, как-то. Да и потому что у него выбора нет, мы как бы его полностью окружили. Так вот, насчет Японии. Сейчас здесь я разместил наши войска. Две армии, которые будут делать высадки. Пока стоял, изучал я технологии высадок. Вот эти вот две нормальные огни прошло. Я смотрю, у меня они не изучены. Поэтому вот так. Так, значит, корабли наши здесь стоят. Мы сделаем высадку рядом с Токио, в Сидзооку и сюда вот в Нагасаки. Авиация здесь тоже наша размещена, но она стоит на воде. Потому что достать до самой Японии не получается здесь. Здесь получится, наверное, сразу поставим. Вот, частично, конечно, ну, как и есть. Хотя бы так уже неплохо. Не знаю, атомку сможем сбросить или нет, так как тут превосходства явно хватать не будет. Но посмотрим. По фокусам сейчас я уже взял вот это вот. Расширить лигу наций. Каждая нация, не являющаяся якобинцем или неоимпериалистом и еще не состоящая в Лиге Наций, будет приглашена в Лигу Наций. И кто это сделал? Ну, Лига Наций это и альянс, еще и организация. Но я так понимаю, что член Лиги Наций. А, да, вот. Смотрите, Саудовская... Извините, Рашидовская Аравия вступила в Лигу Наций. А кто-то из России это сделал? Русская Демократическая Республика без выборов. Финляндия. А вот эти вот. Нет. О, подожди. Сургутская Бригада Землеходов даже это сделала? Офига себе, мы знаем, кто это такие? Ямало-Ненецкая Республика... Каз. Оу, Константин Панков. Так, этот нет, этот... Англо-Сибирская Содружба, но с ними мы общий язык точно нашли, в этом я уверен. Даже Сибирское имперское государство к нам вступило. Здесь тоже государства различные. Ну, а якобинцы, конечно же, не. Тут, если что, сидит Бухарин. Кто не заметил? Так вот дальше. Обеспечить российскую стабильность. Россия находится в эпицентре очередного конфликта. На этот раз сама с собой. Мы не можем просто сидеть сложа руки и смотреть, как русский народ рвет себя на части. Мы должны вмешаться от имени всех миролюбивых русских. Иначе на всю Европу выплеснется очередная война. Поехали. Ну, здесь вроде как все устаканилось. Просто эти фокусы я познавато беру. А здесь уже никто не махается между собой. Все более-менее так стабильно. Так, а война у нас с японцами уже началась. Поехали. Делаем выставку здесь. Здесь тут, конечно, на этом острове столько войск я разместил, что они начали истощаться. И в итоге организация в половину упала. Но я морские базы не достроил даже. Ну ладно. Я думаю, этого хватит. Так, а что не можем? Не понял. А, у них тут корабли, да? Точняк. Ну смотрите, здесь растет у нас превосходство. Тут вообще 40%. Так, а может, давай-ка вот эти вот наши корабли сюда вот поставим. Сюда, кстати, они атакуют. Угу. Так, тут мы уже начинаем. Эсмин свихкоцать. А, и там крейсер был. Чё, у тебя по флоту подскажем? Больше 100 кораблей. Здесь ситуация... Ну, кстати, подводных лодок у тебя, смотрю, много. Мы их сразу поснимали. Здесь еще 15. Нормально. 41% у нас превосходство есть. Но это, конечно, маловато. А если сейчас, мы, смотрите, поставим вот сюда вот нашу авиацию превосходство. 100%. А они сюда авиацию не вставили, да? И атомку я могу сб... И все остальное тоже я могу сбросить. Так, подожди. У вас в плане авиации 2000 с копейками самолетов. Я так понимаю, просто они решили сюда ничего не ставить. Ну, давайте сюда мы бахнем атомку. Можно химическое оружие, биологическое. Ну, так, давайте сначала сюда вот химическое. Сюда вот можно. Биологическое. Тоже атомку. Атомку Хиросиму. Атомку биологическое. Атомка биологическая. Нагасаки не будем пока трогать. В принципе, этот остров. Давайте сюда вот в Хагасиму. так вот ударим в Токио, ну тут мы конечно заденем, параноидальная бомба что это, жестко тут психоз и насилие, крайний случай каннибализм, бывает, ладно, так, значит здесь уже начинает работать вспышка этой язвы сибирской и все остальное, давайте сюда вот сейчас тоже бахнем, сюда еще тоже нужно, и в принципе, в принципе, а вот сюда тоже, да давайте, сюда пускай, так, на Хиросиму мы уже сбрасывали, ну давайте еще вот сюда вот, биологическое, и так, нормально? ну в принципе, в принципе да, пойдет, тут наши корабли конечно сражаются с японскими, и блин, я их не хочу вообще терять, может пригнать, подожди, а я, я тайваньский флот использовал, а этот нет, черт, я про него забыл, я же сюда его перегнал и просто забыл про него, так ладно, давайте сюда поставим, подключайся, все, теперь нам хватит, я почему-то про тайваньский только вспомнил, а мы же тот перегнали, все, пошли высадки, ну посносили еще японский флот, пускай, так, по Нагасаки, высадка есть, давайте берем сам город с морской базой, взяли, супер, и теперь давайте-ка погнали атаковать вот сюда, вот быстрее, ну кстати, они такие тоненькие, а ну че у тебя там по составу войск, одни каски, ну я так понимаю, у тебя вся армия состоит из одних касок, так ведь, угу, примерно да, ну дивизии-то у него много накопилось, скорее всего, именно по этой причине, что там одни каски, а ну здесь посмотрим, тоже каски, и здесь, о, у тебя даже танки есть, да, ладно, давайте идем вот сюда вот, берем морскую базу, берем Токио, закрепляемся здесь и начинаем атаковать, так, мы сюда, кстати, прошли, давайте вот так вот, я стрелочками укажу им, что делать дальше, оп, все, здесь давайте мы их перекрываем, готово, так, теперь вы идите вот сюда вот, и вот сюда еще, так, пробились, давайте наши войска сюда вот поставлю, да, дивок у них, конечно, нормально накопилось, Токио теперь берем, давайте, есть, все, вот вам я укажу двигаться на север, поехали, по потерям там у них, че, у нас 451 тысяча, а у них 141 тысяча, а че потери 12 тысяч, кто, дальневосточный 12 тысяч посеял, это че, ах ты, блин, я совсем забыл то, что у Японии есть альянс, с этим вот дальним востоком, вон оно что, так, давайте наши войска сюда отправим на север, поехали, я про тебя совсем забыл, что здесь еще и с Бухарином придется воевать, так, и давайте два слоя еще второй армии поставлю, тоже сюда, Падение Токио, по сообщениям, Токио пал перед наступающими силами Британии, некогда блестящая столица Японской империи, город пережил кровавые дни Японской гражданской войны только для того, чтобы пасть перед внешними захватчиками, несмотря на вывод японских войск, город остается в состоянии вечного конфликта, так как фанатичные японские парадщики сопротивляются британской оккупации любой ценой, в городе продолжается цикл бешеного ужасающего насилия с обеих сторон, вот вам революция, так, здесь, давайте пробиваемся скорее, авиацию нужно перекинуть, давайте отсюда, вот сюда, о, Плот наш стыд чинится, но он нам уже по сути не нужен здесь, так, тут уже мировых держав морских не осталось вообще, разогнались мы здесь, на востоке, теперь двигаемся на север, тут давайте я тоже поставлю фронт, мы будем двигаться тоже к нашим войскам, по поводу вот этого всего, давайте агрессивно будем атаковать, я же хочу эти территории тоже, наверное, дальневосточной администрации отдать, мне в этом дивизии уже 236 накопилось, а вот людских ресурсов миллион У нее здесь, конечно, не, по, кстати, сопротивлению, подчинению, все вполне все хорошо, просто боялся, я дам большие территории Китая, а эта администрация, я же национальную территорию, только вот этот Вьетнам нафиг, она просто не вытянет оккупацию такой большой территории, но нет, вытягивает у нее много людей и винтовок тоже, так что нормально Так, далее по фокусам выходим в продолжать дружбу с Германией, Германия и Великобритания поддерживают долгую и плодотворную дружбу на протяжении последнего столетия, несмотря на то, что у нас с собой были свои взлеты и падения, мы в конечном итоге пережили этот конфликт, снова установив мир в Европе, обеспеченный обеими сторонами, мы отпразднуем еще одно столетие мира и стабильности А вот и мирная конференция, забрать можем Японию, вот эти вот территории, а здесь вот эту не получится, потому что на ее территорию мы не вступили своими ногами Так, значит, я беру сейчас обратно Рюки, отбираем, наверное, все-таки Сахалин, себя тоже возьму и Курилы, Хоккайдо, Хоккайдо, может лучше вот этот острый здесь, что нафиг нам Хоккайдо, ну, или может с двух сторон их зажать вот так вот, а че, давайте с двух сторон зажмем Ну, в любом случае, это не захват земель, это пока что временная оккупация, посидим, подержим их у себя и потом вернем, правильно, правильно, ну, или может как колонию сделать, ладно, просто оставлять Японию без захвата каких-либо островов у нее вообще не хочется, а Курилы, Сахалин, ну, такой себе Так, а насчет этих вот территорий, здесь давайте переключимся на дальневосточную администрацию и ей вот это вот все отдадим, как же мы ее сильно раскормили, ё-моё, ну, а че Так, значит, эту Японию мы сейчас оставляем, потому что марионетить я не могу, да, поэтому просто отпускаем По поводу островов, а, вот это, кстати, нужно забрать, ну и все, у нее там один остров был, вот этот, все, тогда завершаем ход, готово Да, здесь якобинцы остаются править, но, сами понимаете, они уже ни на кого бычить не смогут, они особо не могли, но теперь уж точно не смогут А мы теперь располагаемся вот так вот, значит, по Альянсам ситуация вот такая В аназиатский революционный фронт здесь он такой остался, но куда ему деваться И китайский объединенный фронт, ничего себе Викторианцы из южных земель всегда мечтали о едином океаническом континенте под британским солнцем Хотя мы не можем заставить французов, голландцев или немцев позволить нам сформировать эту федеративную нацию океанических государств Мы можем позволить нашему двум доминионам Виктории и Ауте Арова сделать это Так, у нас есть вот эта вот Новой Зеландия, если попроще говорить Ого, 35 военных заводов, ни черта себе накопил А у Виктории 50 баллов, оу, чё Хоть бы немножко гражданских построили Так вот, Виктория объединится, получается, с этой Новой Зеландией А республика, кстати, Астралия, она тоже вступила в Лигу нации Тут, я так смотрю, почти все вступили А, реакционеры чё-то не захотели индийские Хайдарабад вступил, королевство тоже А, деспоты поступали И Китай, интересно, а, и Соединенные Штаты Китая тоже вступили в Лигу нации Ну, как раз вот я так и думал, что не вступят, поэтому сначала их захватил, а потом уже этот фокус поражал Но на самом деле, смотрите, Лига наций Тут идёт речь о том, что организация подвергается критике, так как некоторые страны считают, что европоцентризм группы может привести к тому, что она будет использоваться как продолжение англо-германского империализма Вот, то есть, с другой стороны, то, что мы сейчас делаем, это, по сути, оно и есть Зелы парламента в Сидне сегодня ликовали, поскольку правительство Виктории и Аотерианство сегодня совместно согласились объединиться под единым флагом Океании Пока бюрократические особенности этой новой нации ещё прорабатываются, уже меняются флаги на каждом правительственном здании Сегодня в Британскую империю входит новое образование, ещё более объединённое, чем когда-либо прежде Боже храни короля После Второй Великой войны и временного ослабления британской власти во всём мире, сотрудничество Виктории и Новой Зеландии укрепили свои связи и согласились объединить две британские колонии в Единый Союз, известные как Океания Под одобрительные возгласы Лондона, Новый Союз также получит мандант на британские Попуа Наделив его обязанностью цивилизовать население этой территории посредством того же процесса в стиле Маори Однако между двумя бывшими колониями уже проявились различия В то время как Новой Зеландия является примером колонии, управляемой цивилизованными тузенцами, Виктория остаётся в сегрегационной колонии поселенцев Вот и суть в чём, что Новой Зеландии, это нет названия такого в этой стране Новой Зеландии, это когда тут правят эти самые англоязычные, так сказать А это именно Аутераро, как это называлось, это означает то, что здесь Маори в власти А тут, наоборот, как раз, тузенцы подвергаются там притеснениям, а правят британцы И сейчас это всё одно государство Со столицей, конечно же, здесь, Виктории Я думаю, это не понравится местным тузенцам, которые в Новой Зеландии поживают Но, тем не менее, всё-таки они в власти, они согласились на это А теперь области Северной Америки остаются разделёнными между нашими владениями Квебек и Гудзонов залив Теперь, когда война закончилась, многие в этих регионах призывают к созданию единой бариальской нации Которая всё ещё верна Лондону Да, тут, кстати, канадские земли наши, они сильные, на самом деле, прям капецкие сильные Если их объединить, это будет большая такая промышленная мощь 100 военных заводов, гражданских фабрикаешь опять мало Но, тем не менее, у Америки не сильно больше будет военных заводов, кстати Ну, гражданских дофига, а вот военных примерно сравняется с Канадой Да, Канада огромная, но, блин, это Америка, пускай и восточная Во время скромной церемонии в парламенте Нью Браунсуика члены различных североамериканских проминутцев Британской империи подписали сегодня днём договор о конфедерации, объединив разделённый регион в единое конфедеративное правительство под названием Бриалия С одобрением Лондона, казалось бы, для власти перед лицом более напористой Америки, новая конфедерация впечатляюще простирается по всему континенту От Атлантики до Тихого океана Централизовав ресурсы канадских равнин и побережья, Бриалия вступает в будущее с перспективами и потенциалом Так, значит, что у них здесь получилось? В итоге... Чего? 48 военных заводов? Меньше тебе поставил? У вас же было под сотку Или тут, наверное, у них законы послетали? Скорее всего, законы послетали, потому что куда-то военные заводы-то пропали Странно, или может там надзадухи весели какие-то Ладно, короче, ещё вопрос, я не могу понять, почему Америка вдруг не продолжает колонизировать территорий? Ну, уже столько лет прошло, она даже не попыталась что-то здесь ещё захватить себе Ну, по механике игры, я так понимаю, это пока не сделано, но там же как-то через ивенты, может быть Ну да, в Америке нету фокусов, и это по-любому будет как-то в будущем делать И сейчас сюда, наверное, вообще не стоит смотреть Но тем не менее, это там через ивенты хотя бы немножечко можно было проделать Насчёт Америки у нас здесь ещё один фокус есть Америка всегда отдалялась от нас со времён американской революции До сего момента нам удавалось сохранять контроль над Филадельфией в течение довольно долгого времени Но окончание Второй Великой Войны снова разожгло пламя революции в Америке Чтобы избежать нового конфликта, лучше всего, чтобы Вестминстер наконец отказался от контроля над американской нацией И позволил им управлять собой, мы чё, их отпустим? А нафига всё это я проводил вообще, вот этот реформизм, вот это всё, вот это Если всё равно, здесь всё сводится к одному А если бы я их тут отпустил, интересно Я же мог их отпустить Этот фокус бы, наверное, вообще бы не сработал, или чего бы он привёл? Странно Или, может быть, это не независимость? Ладно, сейчас посмотрим Во время обоих великих войн американцы и британцы сражались бок о бок против общих врагов Во время этих войн американское содружество показало себе жизненно важным союзником Способным держаться на плаву без поддержки Великобритании и даже помогать Лондону в его собственных европейских делах По мере того, как политическая элита колонии становилась всё более уверенной в своих силах Британия поглотила жёсткую пилюлю и согласилась на дальнейшее выравнивание британско-американских отношений Приняв ричмондский компромисс Снятие большинства ограничений, связанных с принятием решений американцами Так, значит, что в итоге здесь получается? Независимость? Да Они стали всё-таки независимы К чему был этот весь реформизм, я понять не могу Да А вдруг, если бы мы здесь выбрали путь консерваторов, этот фокус будет что-то другой бы? Нет, ну вряд ли Просто странно, что здесь мы могли их отпустить, например, а это да, чего привело вообще? И зачем нам давать такую возможность, если здесь всё сводится к одному? Может быть и правда, как-то оно меняется по мере наших предыдущих выборов И меняется и то, что здесь будет происходить по этим фокусам Хотя я так не думаю Кстати, я почти изучил снаряды с датчиком движения Бонусы просто копять какие жёсткие Но мы их уже, естественно, использовать не сможем Ну а против кого нам воевать? Мы уже победили абсолютно всех Россия не соберётся Да и тем более она наш союзник, по сути Она тоже в лиге наций И все остальные, кто поступали Смотрите, британцы не вступили Они же нео-империалисты Но, сами понимаете, они воюют против этих вот двоих Уже очень долго И вряд ли они тут представят нам большую угрозу А если представить, с ними разберёмся Вот, Деспот Боливар не вступил, кстати Но большинство, по крайней мере, наций поступали В комментариях мне сказали сидеть до конца Я ещё раз там напомню А чтобы там увидеть какие-то события Но где этот конец? 45-й год, 50-й, когда? Событий никаких нету Игра уже, в принципе, на этом она остановилась В плане развития сюжета Здесь уже ничего не происходит Поэтому, я думаю, тут можно и остановиться Компания будет и за Германию, и за Францию Посмотрим Надеюсь, вам эти следующие прохождения по этому моду зайдут больше, чем за Британию За Россию точно зайдёт Это 100% всё-таки это Россия будет Но, тем не менее, пока что Россия не готова совершенно Поэтому сыграть нам придётся за одну из следующих стран Германия, либо же Францию Мне вот Германия, конечно, больше нравится Но у нас в ближайшем будущем будет прохождение за Германию в другом моде Поэтому, может, Францию закатать Короче, посмотрим А вы свои, как бы, идеи тоже пишите в комментариях На этом давайте мы остановимся Спасибо всем большое за просмотр Ставьте лайки, пишите комментарии Подписывайтесь на канал Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новые видео Оформляйте спонсор, чтобы получать классные бонусы А также играйте в мультиплеерную партию Просто общайтесь на наших серверах Дискорде по ссылке в описании Ну что, с вами был Эмбер Спасибо большое за просмотр До встречи